всем привет меня зовут роман сегодня мы получили два капота производства тайвань и я хотел бы вам их показать и вместе с вами осмотреть их на целостность и на качество итак перед вами капот фирмы api это тайваньская фирма делает кузовщины много чего из пластика вот хочу вам показать непосредственно как вот как он упакован как мы их получаем и посмотреть его состояние на упаковке у нас сразу бросается надпись произведено в тайване это говорит о том что капот фирменный больше никаких отличительных знаков на нем нет кроме стикера на стикеры тоже обращайте внимание есть надпись made in taiwan то есть сделано в тайване что же откроем посмотрим внешне у нас упаковка не нарушена все хорошо здесь все запаковано открываем смотрим упаковывается она вот таким вот образом где-то деталь сразу первым делом бросается наклеечка опять которая говорит нам где сделана данная запчасть есть какой-то пробитый заводской штамп также у него все петли вот этот держатель это держатель штока капота у него скорее всего он защищен специальной специальной мягкой линию здесь угол здесь у нас угол приехал без защиты немножко потертый и плюс внутри но это кузовщики поправляют здесь уголок у нас целый ну и еще они защитили петлю замка капота с внутренней стороны все хорошо мы видим штампы единственное что конечно на внешне по первому осмотру запчасти вы никогда не определите правильная на геометрии или нет что это значит это значит при установке капота на автомобиль будут ли до нем зазоры все правильные или не будут здесь уже к сожалению внешне никак не показать и проверить это смотреть на машине конкретно но скажем так отзывов мастеров которые у нас покупают кузовные детали api наиболее подходящая тайваньская запчасть то есть эти запчасти хорошо становятся более-менее хорошо становятся на машине по зазорам теперь когда вы покупаете капот или любую кузовную деталь в магазине на что стоит обращать внимание опять же самый главный критерий для нас это осмотреть все углы все закрытые части чтобы ничего не было погнуто ничего не было отломано ну и естественно обращать внимание на лицевую сторону капота пытаюсь вам при этом свете показать как смотреть на него смотреть на кузовную деталь нужно под углом и желательно при хорошем освещении достаточно дневного света выйти на улицу или если в магазине хорошее освещение посмотреть на него под углом то есть мы смотрим скользь на наличие вмятинок потому что если не будет преломляться отражаться света детали вы вмятин не увидите а если вы посмотрите вскользь на отражение света у вас сразу начнутся блики вы сразу можете увидеть те или иные неровности но целом капот выполнен очень неплохо хорошо пробиты отверстия под омывателем капот ровненький целенький приходит он в черном заводском грунте транспортировочном его покрываю для того чтобы он не ржавел если хранится на складе ну и при транспортировке если он потерся картонкой или еще чем-то чтобы он не стирал металл скажем так грунт этот все равно матуется все равно это будет как подготавливаться под краску поэтому тайваньские детали приходят именно в таком варианте в прошлом видео мы рассматривали крыло и два бампера и дверь на hyundai акцент вот если вы обратили внимание что дверь была в другом цвете грунта то есть заводская деталь не красится в черный грунт я по крайней мере своей практике и этого не видел ну вот у нас есть еще один капот тоже производства фирмы api здесь упаковка уже совсем другая обратите внимание здесь нам говорят сразу что это api также есть надпись сделана в тайване есть оригинальный стикер тайваня вот такой вот есть еще один стикер тайваня каталожный номер по которому заказывается деталь естественно указано у нас посмотрим него вот мы открыли упаковку давайте посмотрим на отличительные знаки на этом капоте сразу бросается в глаза у нас наклеечка api есть заводские штампованные маркировки вот еще на что хочу обратить ваше внимание на этом компоте капоте присутствует гравировка made in taiwan на том такого не было это капот от reno duster также проверяем уголки видите вот все равно что значит тайвань видите уголок не залили везде герметик есть уголок остался открытый проверяем углы тоже обратите внимание как лежит шов герметика видите он не зашел они его не не проложили там где действительно нужно где нужно проложить на соединение двух на листов металла а положили его криво и опять не заклеили уголок здесь у нас все равно к сожалению это тайвань с этих углов у нас практически такая же песня но здесь они более ровнее сделали но уголок все равно остался открытый переходим сюда тоже смотрим проложили рядом со швом опять в уголок ничего не закон не залили ну в остальном все достаточно неплохо присутствует скажем так тоже герметик шовный который но это получается у нас уже герметик идет не шовный а антивибрационный то есть его прокладывают в пустоты на капоте чтобы он не играл и не дребезжал об каркас жесткости свой петля замка на месте целая с этой стороны все хорошо а ну единственно вот про что я вам говорил при транспортировке бывают такие маленькие косячки но это все ерунда это все будет краситься это все поправимо при покупке можно на это внимание не обращать и что касается лицевой стороны осмотра капота я вам уже говорил как можно смотреть вот мы проверяли этот капот целый ровный без изъянов ничего на нем вполне пригоден штамповка аккуратная ничего лишнего все ровно как и должно быть также еще вот интересные моменты со складов при заказе получается у нас заказываем крыло на volkswagen volo марки тук о чем нам говорит стикер транспортировочный а получаем гордон ну это не страшно по факту запчасти одного качества будут вот откроем посмотрим обращаем внимание на стикера здесь у нас вообще forward стикер какой-то приклеен здесь нам говорят что это тук откроем открываем и сразу нам глаза бросаются маркировки гордон это нам говорит о том что деталька соответствует своей упаковке вот здесь на крыле еще есть пробитая штамповка на которой содержится логотип гордон и написано где произведена данная деталь made in taiwan крыло мы осматриваем так же как капоты смотрим на состояние крепежных элементов петель и всего остального согнутые они не согнутые ну какие то можно подогнуть качество крыла видите толщина металла он гнется как фольга тут же конечно остаются вопросы по качеству штамповки вокруг фар и вообще как сядет крыло это мы по возможности узнаем хозяина который покрасил починил свой автомобиль если он к нам вернется я обязательно спрошу обязательно напишу видео отзыв о данной железке крыло мы проверяем так же мы смотрим на него скользь вот таким вот образом смотрим на него скользь обращаем внимание на кацанин здесь вмятин нет крыло абсолютно ровненькое с виду правильное вот и опять же черный грунт я в своем видео обращаю ваше внимание всегда на маркировки лейбы стикера приклеенные к деталям и на качество детали говорю о том в какой грунт покрашена кузовная деталь зачем я это делаю я даю вам информацию для того чтобы покупая запчасть в магазине вы не купили тайвань под видом оригинала еще конечно меня удивляет тот факт факт поставки запчастей на вторичный рынок для китайских автомобилей сколько мы их не заказывали сколько я их не видел в своей практике что запчасти ходовой части что запчасти кузовные что оптика все выполнено настолько некачественно вот на одном из пластиков хочу вам показать оригинальный заводской пластик используются оригинальные заводские пресс формы деталь должна быть идеальная или хотя бы очень близко к идеальному получая деталь я очень сильно разочаровываю в данных производителях потому что качество конечно хочу вам показать эта деталь часть порога здесь есть ее маркировки вот видите здесь есть маркировка которая говорит нам что это оригинальная запчасть жили но прошу обратить ваше внимание на качество изготовления данной запчасти мы сразу видим оплои неаккуратность мы видим залепленные под клипсы ушки видите они не прорезанные то есть прежде чем устанавливать данную запчасть вот это все нужно будет чистить приводить в порядок и только после этого собирать это вообще вон залили и ничего не обрезали если вот это еще хоть как-то похоже на правду оригинала то вот это конечно очень и очень большой минус этим производителям но у них зато везде кричат логотипы о том что это джили это оригинал видите как выполнена деталь очень и очень некачественная очень и очень некачественная еще хочу показать вам подкрылок фирмы это вроде не Китай но качество как они их отливают конечно оставляет желать лучшего во первых почему не советую я покупать китайские подкрылки задача подкрылка защищает пространство под крылом от попадания грязи китайские подкрылки с этим не справляются потому что они очень плохо садятся на места креплений и абсолютно плохо прилегают по форме крыла еще конечно в зависимости от качества пластика данные подкрылки фирмы сделаны из очень жесткого пластика и он очень легко бьется камнями особенно в морозе стоит попасть в камешку он просто лопается и все на камеру я вам покажу как происходит как отлит подкрылок в разных местах с разной толщиной вот и обращу ваше внимание на качество пластика пластика как всегда мы начинаем осмотр с поиска стикеров вот он есть стикер фирмы полкар заказать их продукцию просмотреть можно на их сайте найти made in EU написано сделано в Европе вот и сразу обращаю ваше внимание скажем так на качество пластика на толщину может быть вот этот элемент и должен быть тонкий но верхняя часть у него совсем тоненькая не знаю видно вам или нет стараюсь как могу то есть здесь у нас чуть ли не порезаться можно а если мы посмотрим на переднюю часть подкрылка то здесь вот даже на камеру видно как он из тонкого превращается в очень толстый он очень жесткий я не знаю как люди его будут сажать вот если он не соответственно внутренней форме пространство под крылом то прикрепить ровно его будет очень тяжело опять же качество изделия обратите внимание вот на этот шов с этой стороны он вот такой а вот с этой стороны он даже заходит вырезан неправильно неровно и здесь тоже вон пообратите внимание на толщину и качество изделия видите где были где просверливались отверстия там везде ни от чего не обработано все сыпется с него качество конечно оставляет желать лучшего честно видите да тут проплавлено паяльником но к сожалению клиент выбрал себе такой подкрылок каждый исходит из своих возможностей вот ну я конечно бы не советовал этого делать ну а что делать в любом случае выбор всегда остается за вами что выбирать и покупать решать вам я всего лишь даю информацию про запчасти чтобы если вы думали купить сомневались купить вам оригинал или китай чтобы вы знали что китай соответствующего качества на сегодня в общем все если у вас остались вопросы контактная информация внизу подписывайтесь ставьте лайк пока